Я не по поводу этого. Несколько дней назад, а именно в субботу, был впервые получен положительный выход в лазерном термоярке. Кто слышал эту новость, поднимите руль. Ну вот, большая часть зала. Но там, кажется, есть проблема. То есть, они же его получили не выходом с установки энергии, которую можно использовать, а просто в нейтропах. Да, они его получили. То есть, ее же все равно в энергии не преобразовываешь? Да, это еще не преобразовано. Все это только шито белыми нитками пока что. Но главное достижение стоит в том, что наконец-то у них стали сходиться те предсказания и расчеты, согласно которым они планировали получать результат, с тем экспериментом, который у них был реализован. И еще не было технологических проблем. Ну, технологических проблем больше, чем достаточно, но прогресс у них налицо. У них, по сравнению с прошлым выстрелами, эффективность увеличилась там чуть ли не в два раза выхода энергии. И одним словом, сейчас у них тоже у всех приподнятое состояние. Мы, может быть, если не на следующем, то через семинар какое-нибудь небольшое сообщение по этому поводу сделаем. Какие закрываться-то будут? Или будут переделывать на фастыгнишерскую? Ну, скорее всего. Пока непонятные их планы. Вот этот проект, который у них был предложен, и они должны были его результат представить, вот они сейчас говорят, что мы теперь близки к тому, чтобы то, что планировали сделать, наконец-то. А что будет дальше, это будет решено. Но, одни словом, мы, может быть, в ближайшее время какое-нибудь небольшое выступление этому посвятим. Дальше, следующая пятница у нас будет посвящена проблемам колмогоровских спектров и турбулентности. К нам любезно согласился прийти один из ведущих ученых по мегагрантам, которые у нас есть в Нижегородской области, С. Дельтинкевич. И поэтому нам нужны будут четыре добровольца, которые не побоятся сразиться с турбулентностью и, может быть, с Дельтинкевичем, если понадобится. Значит, один добровольец нужен сразу. Это тот, кто расскажет нам про основы теории и то, что было раньше сделано, то, что сделано в последнее время. У нас уже известность добровольца Умнягина, поэтому я прошу ее после семинара подойти к Жене Морееву. Это будет одно выступление. А три выступления по конкретным задачам мы окончательно статьи либо сегодня к вечеру, либо в понедельник в крайнем случае их распределить. Дальше у нас план будет переход к некоторым астрофизическим задачам. Сначала мы рассмотрим космические лучи сверхвысоких энергий. Это будет 18 октября. 25 октября мы будем рассматривать задачи, связанные с ударными волнами в бесплокновительной плане, как лабораторных, так и космических условиях. А 1 ноября о пандерматорных силах и разных джетах, как тоже лабораторных, так и космических. Ну а дальнейшие планы я потом вам оглашу. Ноябрьские дальше по ходу дела. Теперь сегодня у нас остался небольшой кусочек от фазовых переходов, которые мы недоанализировали в прошлый раз. А именно Ивана Аладушкина нам еще не досказал одну статью по квантовому фазовому переходу ДИККИ. Ну и может быть я потом некоторые пояснения по нему сделаю. А дальше большую часть семинара мы посвятим рентгеновским лазерам, что мы тоже начали уже в прошлый раз, и их возможным применением. Пожалуйста.